Всем привет, это Андрей Турцевич. Сегодня я хочу поделиться с вами опытом работы с одним очень полезным инструментом Adobe Photoshop, а именно Remove Tool. На мой взгляд, этот инструмент тянет на награду лучшего среди новых дизайнерских средств ретуширования этого года. Работает он полностью на вашей видеокарте, не требует облачных ресурсов и, что самое главное, позволяет значительно оптимизировать процесс ретуширования фотографий. Поэтому считаю, что каждый, кто работает с Photoshop, должен с этим инструментом быть знаком. Если вы еще с этим инструментом не познакомились, то видеоролик, который вы смотрите прямо сейчас, восполнит этот пробел. Если вы уже знакомы с этим инструментом, то советую посмотреть, поскольку в нем ряд полезных рекомендаций, как оптимизировать процесс работы с инструментом Remove Tool. Начнем с того, как найти этот инструмент. Вот он в этой группе вскрывается. Нажимаем на Spot Healing Brush Tool, удерживаем мышь и здесь в раскрывающемся списке находим Remove Tool и после этого его можно использовать. Такой пластырь с изображением двух звездочек. Если в указанном меню инструмент по каким-либо причинам не находится, вы можете нажать на три точки, выбрать Edit Toolbar и, прокрутив список, найти здесь Remove Tool. Он в той же категории находится, тот же самый пластырь с двумя звездочками. Выбираем и перетаскиваем на отдельное место. Вот между двумя этими позициями появилась голубая черта, я отпускаю мышь и у меня отдельная позиция для инструмента образовалась. Нажимаем Done. Вот так вот просто активировать Remove Tool. После этого вы можете сразу же начать его использовать. Опции этого инструмента выводятся в горизонтальной полосе сверху. Вы можете увидеть здесь размер инструмента, Size 80 в данном случае стоит, реакция на нажим может быть активирована, опция учитывать все слои или нет. И, пожалуй, самая важная птичка, влияющая на производительность, Remove After Each Stroke. В данном случае у нас эта опция включена, поэтому после выполнения выделения, после того, как вы нанесете штрих, сразу же начнется вычисление. Первая задача, которую я хочу выполнить, я хочу удалить вот этого четвертого слона. Я рисую схематичное пятно таким образом, чтобы оно охватывало всего слона и не отпускаю до тех пор, пока не нарисую вот это вот малиновое выделение. После этого искусственный интеллект практически идеально удаляет лишнюю деталь. Поскольку Remove Tool использует искусственный интеллект, точность здесь не важна. Главное, чтобы область, которую вы очертите, охватывала весь участок, который необходимо отредактировать. На этом изображении хочу убрать вот эту жировую складку. Выбрал инструмент Remove Tool. Задал достаточно широкую кисть и теперь я использую планшет с нажимом. Нажимаю таким образом, чтобы очертить участок, захватывающий достаточно большую область снаружи. И даже часть руки я захватил и Remove Tool подрегулировала форму. То же самое удаление вот таких вот сложных полупрозрачных объектов. С этим справляется этот инструмент, который не задействует облачные технологии. В этом его и преимущество, и недостаток. Давайте посмотрим. Вот для того, чтобы удалить этот полупрозрачный шар, я очерчиваю пространство вокруг него с запасом, закрашиваю его. И инструмент достроил практически, понимая форму руки, участок и заполнил его соответствующей текстурой аналогичной кожи человека. Давайте посмотрим результат этой работы в сравнении. Сделаем новый снэпшот. Вернемся к предыдущему варианту. И теперь попробуем задействовать для этих целей старый инструмент Spot Healing Brush Tool. Который в свое время был настоящей сенсацией. Точно так же я с помощью Spot Healing Brush Tool очерчиваю пространство, на котором хочу удалить участок. И вот такой результат получаю. Как видите, Spot Healing Brush Tool работает гораздо менее точно. И я прогнозирую, что Remove Tool со временем полностью заменит этот инструмент. Делаем снэпшот. И давайте теперь попробуем использовать самую совершенную технологию, а именно Generative Fill. Я в данном случае очерчиваю вокруг полупрозрачного шара контур, таким образом, чтобы выделить его. Активирую Generative Fill и нажимаю, не вводя подсказку, кнопку Generate. Индикатор выполнения демонстрирует, что процесс пошел. Он выполняется на удаленных компьютерах Adobe, не задействуя ресурс вашего компьютера. Однако процесс, как видите, занимает большее время. В данном случае результат удаления вообще идеален. Давайте сравним результаты. Слева у нас удаление лишнего объекта с помощью Remove Tool. По центру удаление с помощью старого инструмента Content Ever Healing Brush Tool к такому результату привело. И справа это результат работы Generative Fill, который, безусловно, наилучший. Несмотря на впечатляющие результаты, Remove Tool использует упрощенную версию нейросети и дает возможность сделать только одну попытку каждый раз. Поэтому главная цель его использования это ускорение работы. Давайте рассмотрим ситуацию, когда применение этого инструмента ускоряет процесс ретуширования фотографий с сохранением высокого качества. Немалую выгоду от использования этого инструмента получат те, кто занимаются ретушью кожи. Теперь процесс ретуширования стал простым и доступным даже для непрофессионалов. Выбираете инструмент Remove Tool. Делаете его диаметр таким, чтобы он был в несколько раз больше дефекта. И дальше просто короткими мазками двигаетесь по поверхности кожи, выбирая дефекты, которые необходимо удалить. И Remove Tool практически идеально выполняет для вас процесс ретуширования, заменяя кожу качественной фактурой. В данном случае преимущество Remove Tool перед другими инструментами это комбинация скорости и качества. Безусловно, этот процесс выполняется быстрее, чем при использовании Generative Fill. А качество получается не хуже. Следующая ситуация, когда Remove Tool позволит получить значительный прирост в скорости и качестве, это при удалении второстепенных объектов. В таком случае для достижения наилучшего результата ваш рабочий процесс должен быть следующим. Выберите Remove Tool на панели инструментов. Дальше отключите птичку Remove After Each Stroke. Таким образом, чтобы иметь возможность нанести нужное количество штрихов, после этого выделите все объекты, делая такое количество мазков, как вам необходимо для того, чтобы прикрыть области, которые требуется удалить. Вот эту постороннюю фигуру слева я удаляю и тень от нее, а также яркое пятно светящейся фары на мотоцикле. Когда все нежелательные объекты будут выделены, нажимайте птичку и Remove Tool в один проход удалит все ненужное. Поскольку Remove Tool использует технологию искусственного интеллекта последнего поколения, удаление происходит практически идеально. Видите, здесь даже эффект перспективы сохранен, правильно передано направление линий на месте удаленных объектов. Remove Tool практически идеален для удаления лишних точек, дефектов и хорошо работает, когда необходимо удалять посторонние надписи на изображениях, не создавая, в отличие от Content Ever Healing Brush Tool, разблюренного пятна, а заменяя фрагмент нужной текстурой фона. Точно так же можно удалять и более крупные объекты с надписями. Например, чтобы удалить табличку с надписью целиком, необходимо увеличить размер кисти и создать штрих, повторяющий форму участка, на котором она расположена. В данном случае я провожу горизонтальную линию, покрывающую нашу табличку. И также Remove Tool обеспечивает здесь идеальный результат. Remove Tool также хорошо справляется с ситуациями, когда надо удалить большое количество перекрывающих передний план объектов. В этом случае обязательно отключите Remove Area After a Single Stroke, таким образом, чтобы за один раз выделить все объекты. Прочертите, удобно использовать в данном случае планшет, на поверхности тех участков, которые необходимо удалить, маски. Здесь можно использовать инструмент отмена, Ctrl-Z, если что-то выделено не так, как вы планировали. Вот я всю траву на переднем плане хочу удалить. И когда выделение будет создано, нажмите ОК. Результат работы инструмента Remove Tool в данном случае очень хорош. И остается выделить объекты, которые не были замечены при первом проходе, для того, чтобы довести результат работы до совершенства. Remove Tool можно и нужно использовать в комбинации с Generative Fill. Допустим, если вы хотите получить на переднем плане какой-то уже совершенно новый объект, выделяю эту область после выполнения процесса с помощью Remove Tool, пишу камни и нажимаю Generate, заставляя Generative Fill создать композицию из камней, аналогичных тем, что присутствует на изображении. Моя стратегия работы при комбинированном использовании двух ИИ инструментов заключается в том, чтобы удаление второстепенных объектов проводить с использованием Remove Tool. Я удалил гору на заднем плане и линия горизонта автоматически сохранена. И снова отличный результат. А когда нужно добавить объекты или их изменить, например, если нужно сделать глаза открытыми, тогда уже использую инструмент Generative Fill, пишу здесь открытые глаза и нажимаю Generate. Таким образом максимально быстро получают и портрет модели с открытыми глазами, и быстро отретушированное, очищенное от посторонних объектов изображение. Для тех, кому важно сохранить исходники, Remove Tool позволяет это сделать. Выберите инструмент Remove Tool, создайте новый слой, на котором вы будете проводить редактирование, и установите птичку Sample All Layers. В этом секрет. Теперь начинайте процесс ретуширования, как обычно, выделяя нужные участки, фиксируя те области, которые вы считаете необходимо удалить на изображении. Когда будет готово, нажимайте птичку, и все изменения, которые вы внесете, сохранятся на отдельном слое. Достаточно убедиться в этом, отключив нижний слой, который остается без изменений. Также вы и исходное изображение сохраняете при таком подходе. Пользователи, занимающиеся ретушью изображения, обратили внимание, что Remove Tool удобно использовать для различных парикмахерских задач. Например, для того, чтобы подровнять бороду, или форму прически изменить, или для того, чтобы подрегулировать форму бровей. Вот в данном случае достаточно по контуру брови, так как нам необходимо провести с помощью инструмента Remove Tool, чтобы удалить лишнее. Таким образом, вы получите естественную границу брови, которая будет иметь теперь практически идеальную форму. Поскольку инструмент, а Remove Tool это именно инструмент, а не функция, работает полностью на мощностях вашего ПК, используя новейшие технологии, то, насколько эффективно вы сможете с ним работать, определяется мощностью вашей видеокарты. И чем лучше видеокарта, тем быстрее вы получите необходимый результат. По этой же причине, возможно, на ряде компьютеров старого поколения, этот инструмент потребуется дополнительно настраивать. Если по каким-то причинам у вас инструмент Remove Tool не активируется, не появляется кисть, или он не срабатывает, вот три рекомендации, которые помогут решить проблему. Во-первых, зайдите в настройки Photoshop, Edit, Preferences, найдите раздел Image Processing, обработка изображений и в настройке Remove Tool Processing, измените для слабой видеокарты значение с Faster на More Stable, более стабильный. Также можно поиграться с настройками Performance, производительность. Видите, здесь есть опция для графического процессора. Вы можете попробовать изменить какие-то определенные настройки, для того, чтобы эта полезная штука заработала. Однако, надо понимать, что многие подобные дополнения приведут к тому, что инструмент может заработать, но заработать медленнее. Поэтому второй хороший совет, который я могу вам дать, это обновить драйвер вашей видеокарты до самого последнего, и обновить версию Photoshop до самой новой. Ну и третья рекомендация лежит уже совсем на поверхности. Если уже такая ситуация, обновите, елки-палки, видеокарту на вашем ПК. Купите более мощную, более современную. Только одна единственная эта функция уже того стоит. Не говорю о том, что сейчас все нейротехнологии, в том числе, например, и новейшие инструменты работы со Stable Diffusion, требуют качественной видеокарты. Поэтому подобное вложение для тех, кто обрабатывает изображение на собственном оборудовании, наверняка окупится. Друзья, на этом я останавливаюсь. Сегодня я вам рассказал, что такое Remove Tool и как его эффективно использовать. Если вам понравилось это видео, сделайте доброе дело, поддержите его лайком и не забудьте подписаться на канал ATDigit, потому что я продолжаю делиться с вами ценной информацией.